Музыка Плохо, потому что не едут, зарплаты нету, автомобилей очень мало. Нормальное время, очереди были до самого ста, когда-то, ну, когда еще этого коронавируса не было. Вот за сутки сидим, ну, не знаю, сколько. Две-три зеленки, если выпишешь, что-то хорошо. Ну, машин десять, если проедет легковой. У нас минималки даже нет зарплаты. Субтитры сделал DimaTorzok Во-первых, стало меньше ездить братьев, украинцев сюда. Сразу сказалось это на торговой выручке, в плане того, что то, что они покупали у нас, никто и не покупает. Главное, сгущенное молоко, это не то, что его не хватало. Там у них есть свое, но только наше им больше любилось. А чем-то надо заниматься, живя на границе. Дружи, дети, общаться. Молочную продукцию хорошо, детское питание тоже неплохо шло. Масло, даже хлеб. Да, даже хлеб. Да, мало того, тут же все братья и сестры. Магазины. Там, ближе, чем отсюда. Вот скуплялись, а продукты были лучше качеством. А потом это прекратилось, потому что начали контроль. Постоянно заставили загранпаспорт сделать, потому что паспорту украинскому не пускали. И все, пока сделала загранпаспорт, потом они придумали, надо приглашение, чтобы тебя туда пустить. Дети сказали, мам, и не рыпайся. Сиди там в селе, тихо, мирно, спокойно. Я рыбу картошку накопала, насадила, все накрывала. Пороби хватает, все. Так что все, в магазинах все у нас здесь есть. Так что, не переживайте. И там же маршрутки ходили. Это самое, из Гомеля маршрутка, когда под Добрянкой. Вот люди приезжали, и до родителей сюда и так далее. А сейчас же проблематично. Плюс, дело в том, что вот моя жена тоже приехала. Она приехала через центральную, она белорусская. Она гражданка Белоруссии. И она же у меня как работала, работает медсестра. Дело в том, что сутки, допустим, отработала, двое дома. А на раз, на маршрутку Чик, села Гомель, под Добрянка, приехала и пришла домой. Вот так же. А теперь вот мы буквально больше пяти месяцев не виделись вообще. Вот, понимаете? Мы работаем по восемь смен, получается, в месяц. Я получила сто семьдесят рублей. Вот, очень тяжело. Поэтому не знаем, куда, что, как, когда или что мы будем работать. Понятия не имею. Дешевле одежда, обувь дешевле. Вся семья наша одевалась там, в Польше. Вот. Часто ездили. Было такое время, что на неделю раза три едем. Где-то что-то смотришь, ага, заканчивается. Надо ближе, чем в Брестном. Нам здесь же удобно, что нам здесь два километра. Проезжаешь границу, сразу магазины, там, какие хочешь. И все. Во весну в Италию улетела. Люди ехали в Америку. Покупали у меня подарки, потому что там ценятся. Покупали у меня подарки. Там для сестры в Америку юбилеи. Ну, очень ценятся там. Ну, у нас как-то, ну, не знаю. Или может, то, что у людей денег сейчас нету, или что. Ну, туристы это очень много. Частично не могу уехать на работу. Ну, слабый очень выбор в магазинах. Лекарств очень мало. Я просто брал из Польши. Ну, и вообще, какое-то сведение на отдых. Тоже, как бы, сложновато довольно-таки. На складах работал. По большей степени. Ну, были там работы. Ну, и сейчас хотел уехать тоже. Не вышел. У меня родственники за границей. И они не могут ни уехать, ни приехать, ни мы к ним уехать. Поэтому для нас это очень проблемно. Мы бы хотели что-то, чтобы что-то изменилось. Лично на меня не повлияло никак. Раньше ездила на Украину. Но так как мне ничего срочного, типа покупок одежды, обуви для детей, либо лекарств для больных родственников, нет у меня, то и никак не повлияло. Не особо. Правда, сестра не может. Ну, не так часто, больше стало ездить. Особо не поездишь. Особенно с парами. Стало меньше общения, меньше коммуникаций. Работаю больше на работе. Работаю в поликлинике. Я лично не ездила, но ездят мои дети. Сейчас, конечно, они не поехали. Нет, мы больше не ездим. Мы пенсионеры. Мы сидим сейчас дома. Чтобы не выходить нам. Вируса не подхватывать. Мы очень редко ходим в магазин. И мы не замечаем этого. Так уже по необходимости. Закрыли границы, не закрыли. Плохо повлияло. Путешествовать невозможно. Покупик плюс тоже. Так что ждем открытия. Я в Черногорию летал в сентябре. Но хотелось бы, чтобы возможностей было больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...